Список желающих участвовать в выборах депутатов Государственного Совета полнится. Сегодня документы на выдвижение Республиканский парламент подала Социалистическая партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». По единому избирательному округу специалисты выдвинули список из 56 кандидатов. По одномандатным округам 22. Возглавили первую тройку депутат Государственной Думы Игорь Маляков, депутат Госсовета Сергей Семенов и политик Владислав Солдатов. Документы на регистрацию списка кандидатов в депутаты Республиканского парламента по единому избирательному округу сегодня предоставило региональное отделение ЛДПР. Соколы Жириновского со времени выдвижения уже открыли специальный избирательный счет, собрали пакет необходимых документов. Теперь в течение 10 дней Центр избирком должен принять решение о регистрации. ЦИК принимает документы от партии на выдвижение и регистрацию в Госсовет Чувашии до 30 июля. Пять политических партий участвуют без сбора подписей, остальным партиям придется собрать подписи в среднем не менее 4,5 тысяч подписей для регистрации. До 50% необходимого количества подписей можно будет собрать через портал госслуг. Это такая возможность, она есть как для партий, так и для кандидатов, которые идут по одномандатным округам, в том числе и для самого движения. Сегодня в Чувашию поступили более 1 миллиона 800 тысяч специальных марок, произведенных на фабрике «Газнак». Их наклеят на избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Марки должны гарантировать защиту документа от подделок. Кроме того, на бюллетене будут тангирная сетка и микрошрифт. Также на каждом бюллетене должны быть подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печать. Если хотя бы одного из этих элементов не досчитаются, то бюллетень не будет учитываться при подсчете.